Вот так теперь все видят картинку, да, и мы с вами рассказывали, как евреи, они шли по пустыне и пришли в место, которое называлось Эйлим, да, это мы в прошлый раз говорили, а сегодня мы будем говорить, как они из места Эйлим попали в пустыню, которая называется Син. Это пустыня Син, это похоже на Синай, правда? Потому что она была рядом с Синаем, и вот они пришли туда, да, есть такая страна Син, на иврите это Китай, да, но это было в другом месте, это была пустыня такая Син. И вот смотрите, что здесь происходит, у них еще была здесь достаточно воды, которую они набрали в источниках в Эйлиме, и у них еще была маца, которая у них осталась из Египта, которую они еще пекли себе там на Лейла Седер. Это было очень большое чудо, потому что прошел уже месяц с исхода из Египта, и все равно, и все равно, да, которые есть такие, как говорят, которые они пекли на Лейла Седер, которые говорят, что она у них осталась, которые они себе в дорогу взяли. Да, вы молодцы. И это было чудо, потому что уже месяц они ходили по пустыне, и в течение всего этого месяца им хватило мацы, и все могло быть хорошо. Ну вот, вы знаете, что среди евреев было два злодея, которые вышли вместе с ним из Египта. Одного звали Дотан, вот он здесь вот так нарисован, а второго звали Амирам. Дотан и Амирам, вы о них слышали? Правда вы о них слышали? Нет? Они были очень большие злодеи, они были очень-очень большие злодеи, и евреев совсем... Вот, вот, вот Дотан, а вот Амирам, так их нарисовали здесь Дотан и Амирам. Они были очень большие злодеи. Вот, вот, я показываю стрелочкой, видишь? Вот Дотан и Амирам, да. А вокруг них они собрали всех евреев, и они начали поднимать бунт, они начали жаловаться. Вот они, Дотан и Амирам, точечкой я вам показываю. Они начали жаловаться и говорить, вот, Мушер Абейну, он вывел нас из Египта, А, он должен теперь нас кормить? У нас недостаточно еды. Вы знаете, нам уже надоело есть эту сухую мацу. Посмотрите, посмотрите, у меня так мало мацы осталось. Вот, видите, вот здесь вот этот Дотан или Амирам говорит. Смотрите, какой маленький кусочек мацы, смотрите, какие маленькие кусочки у нас остались. Уже почти у нас ничего не осталось. Мы хотим кушать, и мы не хотим просто так кушать. Мы хотим вкусно кушать, мы хотим мясо. Мясо мы хотим, мясо, мясо хотим. Вы знаете, вообще, зачем, зачем, зачем мы вышли отсюда, чтобы здесь умирать в пустыне? Вы знаете, что когда мы были в Египте, у нас там было много разной вкусной еды. Вы знаете, что когда я брал ведро и шел из Нилуса, я черпал воду, у меня всегда в ведре оставалась рыба, я мог кушать вкусную рыбу. А евреи праведно ему говорят, как-то вы можете так говорить, как вы можете говорить против Всевышнего? Сколько Всевышний чудес вам сделал, как Всевышний вас спас, вы что, забыли, как вам было плохо в Египте? Вы, на самом деле, да та, наверно, вам вообще не было плохо, потому что вы были злодеи, вы были вместе с египтянами. Вы были шутрим, вы, наоборот, вместе... Они помогали порабощать евреев, помогали египтянам бить евреев, порабощать евреев. Поэтому говорят, вот, наверное, поэтому вам и было там хорошо. И кроме того, Всевышний делал очень большое чудо, что когда евреи, они черпали воду, туда заходила рыба. Это было очень большое чудо, вместо того, чтобы благодарить Всевышнего, вы сейчас говорите против Мушерабейну, праведника, который все делает хорошо. Как вы можете так говорить? Кроме того, это весь чудо, что нас хватило мотца. Разве вы не понимаете, что нужно уповать на Всевышнего? Всевышний наверняка вас спасет. А другие евреи, которые не были такие праведники, Они говорили, о, а может, они правы, на самом деле мы хотим мясо, мясо хотим, вкусное хотим мясо. А праведные евреи им говорят, но если вы хотите мясо, у вас же есть много-много-много животных. Помните, я вам рассказывала, что у всех евреев у них было много-много-много животных? Так возьмите этих животных и кушайте себе эти животные. Но эти евреи, они, видимо, не хотели, не хотели они животных своих кушать, Они хотели, чтобы Всевышний их накормил своим мясом. И они все равно начали жаловаться. И многие евреи пошли за Татаном и Верамом и начали говорить, Мясо хотим, мясо хотим мясо. Услышал это Муше Робейну и Аарон. И стало им очень грустно, что так евреи некрасиво себя ведут. Но Всевышний, он открылся Муше и сказал ему, Пойди, евреям скажи, что вечером они получат мясо, А утром они получат хлеб. Знаете, почему вечером мясо, а утром хлеб? Вечером уже нужно идти спать. Это неудобно, начать готовить еду вечером, правда? Удобно готовить еду утром, потому что про мясо они некрасиво просили, Они жаловались. И вообще человек может прекрасно выжить и без мяса, правда? Но без хлеба человек не может выжить. И хлеб они просили красиво, поэтому хлеб они получат утром в красивой форме, А мясо не в очень красивой форме. И вот Муше с Аароном вышли к евреям и сказали им, Что знаете, знаете, сегодня вечером вы увидите, Что Всевышний, он вывел вас из Египта и сделал вам эти все чудеса. И сегодня вечером вы увидите большое чудо, Как Всевышний вас накормит мясом. И вот давайте посмотрим, что было дальше. И вот, когда уже начало темнеть, солнце начало садиться, Случилось большое-большое чудо. Вы знаете, что есть такое животное, которое называется слав. Оно выглядит, как птица. Оно тоже умеет летать, как птица. Но у него тоже есть, у него есть чешуя, И у него есть плавники, как у рыбы. Это что-то между рыбой и птицей. И эти славимы, они находятся в море. Это птица-рыба, она находится в море. И вот вечером... Тоже хвосты рыбные, правда хвосты рыбные, да. И вот к вечеру поднялся сильный-сильный-сильный вечер. Ветер, очень сильный ветер. И вдруг этот ветер взял и поднял миллионы-миллиарды этих птиц-рыб с моря И понес их прямо-прямо-прямо в пустыню к стану народа Израиля. Это было очень-очень большое чудо. Никогда раньше такого не происходило. И тоже после этого никогда не было такого огромного чуда. Да, они умеют летать, они умеют летать, но так далеко, они, наверное, не летают. Это было чудо. И что в один момент... Ариезарь, мы выключим микрофончик, хорошо? В один момент ветер взял с моря и понес миллионы-миллионы этих словим в одну сторону. Это было очень-очень большое чудо. И вот к вечеру евреи поднимают кверху глаза и видят, как большое-большое облако, которое надвигается к ихнему стану. На самом деле это было не облако, а это были словим. Правда? Но это выглядело как облако. И даже неевреи, которые наблюдали издалека все чудеса, которые Всевышний делает еврейскому народу, они тоже увидели огромное облако. Говорят, о, что это за огромное облако такое? А эти словим, они, каждый из них думает, о, какой у нас есть, какая заслуга у нас есть, что евреи будут нас кушать. А этот вот, вот этот вот думает, Слав, ой, как хорошо, что я такой толстый, у меня много мяса, евреям будет вкусно меня кушать. Так они думают. Секунду. Вот, и евреи говорят, о, какой Всевышний, он добрый. Вот, пришло наше мясо. Смотрите, как много. Мы не могли поверить, не могли понять, как же это будет так, что Всевышний накормит все миллион, миллионы евреев мясом. Откуда он возьмет так много мяса в пустыне? Мы не должны были об этом думать. Мы должны были знать, что Всевышний точно все может. Да? И вот, видите, папа вместе с Иришамой и Фраемом, нашими мальчиками, они тоже вышли на улицу и тоже видят издалека облако. И папа им говорит, мои дорогие дети, посмотрите, как Всевышний нас любит. Ни в коем случае не забывайте милости Творца. Ой, как красиво, говорит Иришама, это потрясающе. Евреи смотрят на это облако и уже видят сблизи, что это много-много птичек, рыбок. И говорят, о, они так высоко, почему они еще не спускаются? Нужно, наверное, немножко потерпеть, может быть, нужно помолиться. И вот, и вот эти словим начинают спускаться, спускаться внутрь стана. И они начинают, они летают, знаете, на какой высоте? На высоте две амы. Это примерно на уровне руки среднего человека, на уровне руки. Так, чтобы евреям даже не нужно было ни поднимать руку, ни тянуться за ними вверх и ни опускать руку, ни нагибаться вниз, чтобы было очень-очень удобно их собирать. О, какое чудо! И кроме этого, видите, вот здесь вот мальчик говорит, они вообще не убегают, они прямо летят ко мне в руки. Так легко их собирать, они как будто просятся, чтобы мы их собрали. И евреи ходят по стану и не могут поверить. Всех во всем, по всему, по всему стану летают словим. Ой, как много! Или Шамас спрашивает папу, папа, здесь есть так много, мы можем брать сколько мы хотим? Папа им говорит, мы берем только столько, сколько нам нужно, чтобы остаться сытыми. Да? Мы берем столько, сколько нам нужно. О, так евреи все смотрят на это чудо и говорят, ой, Всевышний нам показывает, что не нужно было жаловаться, не нужно было жаловаться, это было так некрасиво с нашей стороны. Всевышний, он нас так любит, он может нам дать все, что только надо, если что-то не хватает, нужно красиво просить и верить во Всевышнего. А мальчики спрашивают папу, папа, скажи, как ты думаешь, эти птички, им нужно делать шхиту? Вы знаете, что птиц, птиц, нельзя кушать их мясо, допустим, пету, курица и индюшка. Их перед тем, как их кушают, их нужно лишь хоть, сделать им шхиту, особым ножом, да, и нужно уметь, есть много законов, как правильно делать шхиту. А рыбу не нужно делать шхиту, ее просто режут, каждый может сам у себя дома порезать, им не нужно делать шхиту. Так они не знают, это птица или рыба, нужно им делать шхиту или не нужно. Папа говорит, это хороший вопрос, когда есть у евреев хороший вопрос, что они делают. Они спрашивают, кого они спрашивают? Кого евреи спрашивают? О, Моше, умница, или раб? Моше Ашема. А Моше Ашема, прекрасно, так было в пустыне. А сейчас, когда у нас нету с нами Моше Рабейну здесь, то кого мы спрашиваем, если у нас есть тяжелый вопрос? Равина. Равина. Сейчас мы не можем спросить Ашема, правда, у нас сейчас нету пророков. А сейчас мы спрашиваем Равина, правильно, мы спрашиваем Рава. Мы спрашиваем Рава. И папа им тоже говорит, мы тоже спросим Рава. И вот их семья, видите, они собирают словим. Папа говорит, собирайтесь столько-только, сколько нам нужно. Ой, иди ко мне, иди ко мне, этот мальчик говорит, иди ко мне, какой ты толстенький. А этот мальчик говорит, ой, я хочу с тобой поиграть. И так они собирают аккуратно то, что им нужно, и кладут аккуратно в корзинку, складывают. Но здесь рядом они видят совсем не симпатичное зрелище. Видите, это Татан, Аверам, их друзья. Они взяли огромные мешки и говорят друг другу, давай, запихивай побольше, побольше, побольше запихивай. Мне нужно много, 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 много. А этот второй говорит, о, смотри, набрал на целый год вперед. А этот говорит, а я хочу открыть магазин. Ему говорят, что за магазин, кто ловит, тот ловит. И они все набросились на этот став и начали собирать, 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 собирать. Понимаете, очень жадно собирать. А папа говорит Эльшамея Ефраима, ой, Эльшамея Ефраим, это для нас испытание. Мы должны его выставить, мы должны собрать только столько, сколько нам нужно. Тот, кто набирает слишком много, показывает, что у него нет, он не уповает на Всевышнего. Он не верит, что Всевышний ему даст. То, что ему нужно, что, что будет ему нужно в будущем, мы собираем только на сейчас. После этого папа вместе с мальчиками пошли к Раву. И Рав им сказал, да, это не совсем рыба. Поэтому, конечно, слови им, им их нужно лишь ход, им нужна шхита. И они пошли к одному опытному богобоязневому шохиту. И шохит, он объясняет мальчикам, как нужно лишь ход. Он говорит, вы знаете, что для того, чтобы шхита была кошерной, нож для шхиты должен быть острый, 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 острый. Его нужно специально очень хорошо точить. Нельзя, чтобы в нем было ни одной маленькой какой-то царапинки. Он должен быть очень острый. И Франц спрашивает, это для того, чтобы им не было больно? Шохит им отвечает, это заповедь Всевышнего. И у нее есть много разных объяснений. Но одно из объяснений, это потому, что на самом деле, что им так не больно. И тогда, после того, как шохит, он шохит им, их них словим, которые им нужны сейчас для еды, он говорит, вы знаете, что когда шохтим птицу, то потом проливается кровь на землю. И у нас есть митцва особая, эту кровь засыпывать особой землей, закрывать ее землей, засыпывать землей, вот как здесь они засыпывают. И эта митцва называется кисуй гадам, закрытие крови. И на эту митцву говорят уже благословения. Шохит им говорит, вы хотите выполнить эту митцву? Мальчики говорят, да, конечно, но мы учили, что эту митцву можно делать только землей, особенной землей, на которой могут расти разные растения, а здесь в пустыне есть только песок, на котором ничего не растет. А Шоехет говорит, не переживайте, смотрите, здесь в кувшине у меня есть специальная земля, на которой даже видно, что здесь выросла такая травка. О, как Всевышний нам делает чудеса! Тот, кто хочет сделать митцву, Всевышний ему шлет все, что ему надо для этого. И мальчики делают митцву кисуй адам. Потом они берут это мясо к себе в суху, и мама его вкусно-вкусно готовит. Вот они сидят за столом всей семьей и кушают, слав! И папа им говорит, мальчики дорогие, помните, что то, что мы сейчас кушаем, это мы кушаем для того, чтобы у нас было больше силы учить Тору. Потому что если мы покушаем мясо, будем сыты, и потом мясо дает много сил, то особое мясо этого слава, Всевышний нам специально его прислал. Давайте скажем красиво бараху и покушаем. И если мы будем кушать для того, чтобы у нас были силы, то тогда Всевышний будет очень-очень радоваться. И тоже слава этот, он будет радоваться, что мы его кушаем для того, чтобы у нас были силы. Все кушают, и все мальчики говорят, ой, мама, как вкусно! Какое вкусное, какое мягкое мясо! Мамочка, а можно еще чуть-чуть получить? И так они сидят и кушают, говорят, Деврейт, ура, им очень приятно и вкусно. А это Датана Аверам, которые собрали себе много-много-много-много. Датана говорит, Аверам, слушай, это мясо, в нем полно-полно костей, ой, у меня прям в горле кость застряло. А Аверам говорит ему, ой, это мясо такое жесткое, я уже его, уже так долго его жую, 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 уже полчаса, и никак не могу его разжевать. Это вообще не мясо, это резина какая-то. И в уши Аарон еще думают, что это они нам сделали одолжение, что они нам хорошо сделали. А, тем временем, как раз папа говорит мальчикам, мальчики, вы обратили внимание, какой слав вкусный, какой он мягкий, какое-то жирное, вкусное мясо. Вы знаете, что это мясо дает особую силу для узречения торы. А или Шама говорит, а я почувствовал это мясо тоже вкус рыбы, так вкусно. Но Адатану Авераму совсем не вкусно. Адатан говорит Авераму, ты знаешь, а я вот слышал, что вот есть люди, у которым попалось очень вкусный и славим. Наверное, мы что-то не то брали, наверное, мы брали какой-то не тот сорт. Аверама говорит, да, это нечестно. Все время, все время, все время, этим тем, которые приближены к муше, им попадается лучшее мясо. Они правы? На самом деле они взяли другой сорт? Нет, это просто из-за того, что они такие грешные, правда? Из-за этого Всевышний так сделал, что им было совсем невкусно, правда? Теперь папа говорит мальчикам, вы знаете, мы, слава богу, наелись. И завтра, завтра, муше Рабейну сказал нам с помощью своего пророческого дара, что завтра мы получим хлеб. Как интересно, какой это будет хлеб? Мы находимся в пустыне, здесь в пустыне ничего нету вокруг. Что это за хлеб будет? Мы знаем, что в Египте был хлеб, который из земли вырастала пшеница, да, вырастала пшеница, эту пшеницу собирали, в пшенице есть маленькие-маленькие зернышки, их молотили, получалась мука, и пекли хлеб, правильно, из этой муки пекли хлеб, делали тесто и пекли хлеб. Ну, здесь, в пустыне, как может вырасти здесь что-то? Интересно, как Всевышний нам сделает хлеб? Но мы точно знаем, что если Всевышний сказал, что будет хлеб, мы ни на секунду не забываем, не сомневаемся. Поэтому давайте пойдем, скажем, криачма, и пойдем спать, и завтра утром мы увидим большое-большое чудо Всевышнего. Всевышнего.